Кто не помнит такое растение ревень, которое росло на каждом участке, и поглощалось детишками прямо с огорода. Сочный стебель срывался, и с удовольствием сгрызался детскими зубками. И ведь правда, если вспомнить наших бабушек, то какие вкусные готовились ими пироги, компоты, кисели, варенья. Между прочим, очень полезные для здоровья. Для любого, даже начинающего дачника, нет ничего проще, чем вырастить ревень у себя на огороде, и использовать все его лечебные свойства, токсин выводящие, желчегонные, замедляющие процессы старения, предотвращающие развитие болезни Альцгеймера. Ревень. Описание абсолютно неприхотливый и нетребовательный овощной и лекарственный многолетник родом из Китая. Растение отличается морозостойкостью, выносливостью и первое, с апреля месяца, балует нас своим витаминным урожаем. Поэтому просто необходимо посадить и вырастить ревень, плодоносящий длинными мясистыми черешками. Есть много сортов ревеня, отличающихся вкусом, более сладкие или более кислые толщиной и окраской стебля. Ревень. Посадка в открытый грунт. Поговорим, как посадить ревень, чтобы в первом же сезоне растение дало урожай. Для этого лучше всего острой лопатой поделить взрослое растение. Куст, так, чтобы на корне были глазки. Также можно вырастить ревень из семян, предварительно проведя им стратификацию, намоченные семена месяц выдерживают в прохладном месте. Посадку в открытый грунт можно проводить как осенью, так и весной еще один способ вырастить ревень, посадить его в горшок, дождаться благоприятных погодных условий, не мерзлая почва, и высадить на постоянное место на огороде, солнечное или слегка затененное. Под посадку рассады ревеня следует в ямку положить дренаж, ведро перегноя, хорошо увлажнить. Саженец углубить, засыпать землей, утрамбовать, полить, замульчировать. Между растениями должно быть достаточно много места для его разрастания, порядка 80 сантиметров. Если есть желание выращивать ревень дома, в горшке, выбирайте большую, объемную емкость. Уход за ревенем в домашних условиях ухаживать за растением несложно. Весной, когда ревень зацветет, цветки следует сорвать, чтобы вся сила ушла в стебель, чтобы он стал толще, мясистее, сочнее. Хорошо дать растению подкормку любой органикой. В засушливые периоды кусты ревеня поливают, осенью, срезают старые стебли и оставляют их на растения. Из болезней и вредителей растению могут докучать корневые гнили, пораженные стебли срезаются и уничтожаются, и слизни, собираются в пивные, арбузные и прочие ловушки. Собирать черешки ревеня следует, когда стебель достигнет 30-сантиметровой длины, их кушают в сыром виде, используют в виде начинки в пирогах, варят компот и варенье, замораживают, маринуют, консервируют. Размножение способов размножения у ревеня 2, семенной и делением корневищ. Надо знать, что при размножении семенами ревень даст урожай лишь спустя два сезона. Поэтому предпочтительнее для ревеня размножение делением корневища, которое проводится осенью. Как было сказано выше, куст разрубается, корни посыпаются пеплом, и высаживаются на выбранное место. Выращивайте на участке полезные для здоровья растения, употребляйте их в пищу, делайте зимние заготовки и лекарственные снадобья. Успехов вам!